МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если не успеем, то в один слой асфальта будем закладывать данный участок. В зиму со спокойной душой. Власти проверили устранение появившихся за сезон перекопов. Конечно, приходите, мы вас обслуживаем, все сделаем как положено, но доступа к нам нет. А доступ важен. Готовность женских консультаций принять пациентку-колясочницу изучил Народный фронт. Вот, допустим, мешаем сахар в чашке, чтобы зрители услышали, что мы мешаем сахар. Разбудить фантазию. В ОКЦ готовят спектакль для зрителей, лишенных зрения. Начнем выпуск с главной новости минувшей недели. В свободном рухнул бетонный виадук. Погибших нет. Травму получил водитель большегруза, что по нему ехал. У 48-летнего мужчины открытый перелом правой голени, раздроблена стопа. Ему сделали операцию. К разбору завала привлекли 150 человек, два десятка самосвалов, погрузчиков и кранов. На территории региона после ЧП ввели режим ЧАЭС. На месте работали глава региона Василий Орлов и следователи. Они завели уголовное дело и рассматривают сразу несколько версий обрушения путепровода, в том числе перегрузку и длительную эксплуатацию с нарушениями. На строительство нового моста потребуется около 2 миллиардов рублей. Губернатор намерен просить помощи у Федерации. Пока ожидал поручения проверить все амурские мосты. Состояние Зейского обсудили на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Летом, напомним, мэрия заказывала его экспертизу. По результатам предварительных итогов обследования, мост находится в удовлетворительном состоянии. То есть, та нагрузка, на которую он был рассчитан, она сохранена. Между тем, строительство второго моста через Зею может начаться не в 2021 году, а раньше. Об этом заявил министр транспорта и строительства области Александр Зеленин. Тройное столкновение с признаками левитации. Необычное ДТП произошло на театральной. Один из автомобилей оказался зажат между двумя другими и будто повис в воздухе. Причину аварии госавтоинспекторам еще предстоит уточнить. Городские власти тем временем взялись за проверку безопасности магистралей. Тех, что летом перекопали из-за порывов. Копать, копать и еще раз копать. С такой установкой рабочие вовсе не клад ищут водопровод. 200-метровая труба, когда-то проложенная в районе Амурской лазо, совсем ржавая и изношенная. До ноября здесь появится современная диаметром 300 мм. Еще один важный нюанс – перекопанным участок не останется. Если не успеем, то в один слой асфальта будем закладывать данный участок. Если получится, то в два слоя, естественно. Потому что ПГС, просадка, пыль, камень на дороге – это тоже не очень есть хорошо. В районе Горького-Трудовой пыли и камней уже нет. Несколько дней назад перекопанный участок залатали асфальтом. Да так, что заслужил от специалистов администрации звание образцовый. Соответствует всем параметрам. Конфигурация данного перекопа имеет четкую геометрическую фигуру. В данном случае квадрат. Сопряжение стыков, можно сказать, проходит со всеми допустимыми нормами. Не превышает даже двух миллиметров. И асфальт на данном перекопе очень хорошо раскатан. Хорошо раскатанными оказались все участки, которые летом пришлось разрывать коммунальщикам. На проезжей части в этом году таких шесть. И если к бывшим перекопам нареканий у городских властей не возникло, содержание тротуаров подвело. Один просел недалеко от ветеринарного корпуса Дальгау. Тротуар, который делали в 2014 году, но так как шли параллельно ремонтные работы у той иной организации, что сегодня повредило тротуар, значит, мы это увидели сейчас. И будем выходить и на организацию, и на наши службы, чтобы это в ближайшее время устранить, пока идет тепло. Пока температура позволяет, специалистам предстоит решить, останутся ли какие-то участки на зимовку. С 15 октября разрешение на земляные работы уже не получит ни одна из организаций. Как они будут содержать проблемные места в холодное время, городские власти намерены проверять ежемесячно. ЧП коммунального характера стало причиной ремонта в Благовещенском ЗАГСе. Там завершается обновление зала торжественных регистраций. Оно вызвало немало споров среди пользователей социальных сетей. Их сотрудники Дворца бракосочетания называют преждевременными и предлагают оценить перемены через пару недель. Городской корреспондент это уже сделал. Смотрим. Эти кадры очевидцы происшествия сняли в феврале. В одном из кабинетов ЗАГСа тогда лопнула труба отопления. Кипятком затопило весь первый этаж, а пар, что валил из окон второго, повредил стены и потолок зала торжественных регистраций. Миллион рублей на восстановление выделил федеральный бюджет. Интерьер решили обновить кардинально. Я 10 лет работаю, что я пришла, был темно-сиреневый некрасивый. Прям он был такой темный, жгучий и нереспектабельный. Потом мы перешли, больше был розовый. Розовый, дай бог мне вспомнить, три цвета. Белый всегда присутствует, розовый с персиковым. Последний у нас был персик желтый, белый цвет. Мне казалось, что это игровая детская комната. В субботу сотрудники дворца бракосочетания выложили в Инстаграм первые снимки незавершенного ремонта. Ответная реакция оказалась неоднозначной. «Это не цвет зала торжеств. Зелёные подъезды красят, и то уже за редкость». «Раздражающий глаз цвет. Все фотографии будут ужасно смотреться». «Я просто скоро плакать буду от того, что потом это всё обрабатывать. Да покрасьте вы его уже в белый, не насилуйте наши глаза». Зелёным зал регистрации точно не будет, заверяют в ЗАГСе. Светлосалатовые вставки сгладят обои коричнево-золотистых тонов. Часть стены потолков покрасят в кремовые и обновят белые участки. Для удобства фотографов в помещении заменят люстры и в два раза увеличат число светильников. А ещё добавят света дневного. Ветраж в зале бракосочетания в этом году справил 25-летний юбилей. И этим, видимо, исчерпал срок своей эксплуатации. По стеклу пошли трещины. Рабочим предстоит заменить его на белое матовое стекло. И это будет один из самых сложных этапов ремонта. «Поздравляем! Поздравляем!» Постараются в ЗАГСе украсить и уличные свадебные снимки. Крыльцо превратят в место для фотосессии. Строители уже возвели к нему перилом, оформив их под старину. Черёд за росписью колонн. Завершится ремонт должен к середине октября. Продолжит нашу программу рубрика «Вопрос недели». В этот раз её гостем стал первый заместитель мэра Благовещенска Александр Плешкевич. Горожане спросили его о золотой миле. Передаю слово Александру Воронину. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире «Вопрос недели», в рамках которого мы обсуждаем актуальные для столицы Преамурья темы. Наш телезритель спрашивает, слышал, что начались работы по берегоукреплению реки Амур. Так ли это? И когда достроят нашу набережную? Ответит первый заместитель мэра города Благовещенска Александр Плешкевич. Александр Валентинович, здравствуйте. Добрый день, Александр. Скажите, вот такой вопрос нам поступил. Всё-таки что с нашей набережной происходит? Объект берегоукрепления и реконструкции набережной реки Амур был начат ещё в 2008 году. За период с 2008 года по 2013 было освоено ни много ни мало 6,9 миллиарда рублей. За этот период удалось ввести несколько участков берегоукрепительного сооружения. Это участок с 1 по 4 и участок номер 7. Потом, значит, из-за отсутствия финансирования эти работы были приостановлены. В 2018 году, значит, эти работы начаты. Был отыгран конкурс на подряд строительные работы для завершения строительных работ по участку номер 8 и 9. Это участок от улицы Театральной до улицы Пионерской. Вот эти два участка, они будут достроены и введены в эксплуатацию в 2019 году. Во-первых, будут закончены гидротехнические сооружения. Закончена отсыпка территорий этих двух. Дальше, значит, будут закончены врезки коллекторов по улице Кузнечной, Шимановского и улице Трудовой. Будут выполнены благоустройства до 10-метровой зоны. В рамках этого благоустройства будут выполнены также озеленение и наружное освещение. У нас есть еще 5, 6 и 10 участок. Для того, чтобы продолжить работы на этих участках, в настоящее время готовится конкурсная документация на проведение открытого конкурса для проектирования и корректировки проектной документации по вот этим трем участкам. В сентябре месяце он был объявлен, значит, этот конкурс. 15 октября будет рассмотрение заявок. Но я так думаю, что определится победитель конкурса и проектная организация выйдет на корректировку этой проектной документации. Это позволит нам в дальнейшем получить, ну, как бы, сводный смертный расчет, который мы уже будем четко понимать, какая сумма необходима для достройки оставшихся трех участков. Мы не планируем останавливаться на 8 и 9 участках, однозначно объект нужно заканчивать в полном объеме. Ну, в этот объект ходят не только набережные реки Амур, но еще частично река Зея у нас. Александр Валентинович, ну, масштабная стройка, она требует много строительных материалов. Как месту строительства они будут доставляться и повлияет ли это на качество городских дорог? В настоящее время подрядчик уже проводит работы по завозке грунта. Он завозится с двух направлениях. Пескогравия у нас заводится с территории порта, прям грузится с барж на автотранспорт, без выхода на дороги города. То есть там площадка позволяет не выходить на транспортную сеть города Благовещенска. Недостающий грунт, значит, он будет доставляться, конечно, из карьера по улицам города Благовещенска. Но в настоящее время разработана схема движения грузового транспорта. В рамках этой схемы подрядчик в обязательном условии должен ее выполнять. И транспорт будет направлен именно по тем улицам, которые будут указаны в схеме. Для того, чтобы минимизировать ущерб для дорожного покрытия наших дорог. Нарушение этого графика движения транспорта повлечет за собой наказание в виде штрафов. Очень много споров о том, что будет на набережной, что должно на ней быть, как она должна выглядеть. Как администрация города смотрит на этот вопрос? На эту территорию, на мою территорию, разрабатывался проект планировки. И в рамках этого проекта планировки были размещены ряд объектов. В настоящее время, по моему пониманию, что проект маленько устарел. И его бы надо проработать дополнительно. Потому что часть объектов, которые там размещены, возможно, уже утратили актуальность. Есть поручение губернатора о том, чтобы проработать концепцию намывной территории. И рассмотреть возможность размещения тех объектов, которые уже актуальны на сегодняшний день. Василий Александрович погружен в эту тему. Он владеет ситуацией абсолютно всей. Более того, что благодаря именно губернатору, я считаю, что выделен этот межбюджетный трансферт на достройку этих двух участков, которые мы сейчас приступили к строительству. Сумма межбюджетного трансферта 652 миллиона рублей. Это на 2018-2019 год. Этого будет достаточно для того, чтобы завершить строительство двух этих участков. Восьмого и девятого. Город ждет большое строительство. Два года мы будем строить нашу набережную. Вот эти два участка. А какие-то еще объекты в городе будут строиться? Помимо этого, мы планируем ввести все-таки наш мусороперерабатывающий завод Блакэка. Для строительства дальнейшего администрации города Благовещенска прорабатывается вопрос проектирования. В настоящее время запроектирована школа на 1500 учащихся в квартале 406. Проектная документация сейчас находится на стадии прохождения экспертизы. И я так думаю, что этот объект в ближайшие годы выйдет у нас на стадию строительства. Помимо этого, планируется разработка проектной документации детского сада на 350 мест в 800 квартале, что позволит нас обеспечить дошкольными местами всю эту территорию 800 квартала. В текущем году планируется начать строительство детского сада на 120 мест. Помимо этого, естественно, это работы, которые мы проводим в рамках реконструкции дорог, дворовые территории, строительства дорог в районе пятой стройки для обеспечения инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков, которые были выделены семьям, имеющим трех и более детей. Достройка двух участков набережной. Что помимо того, что это эстетически будет красиво, оно что-то даст еще городу? Там говорили о том, что будет канатная дорога, что будет туризм. Экономику это как-то затронет в городе Благовещенска? Достройка этих двух участков, ну, во-первых, это гидротехнические сооружения, это безопасность нашего города, это первое. Второе, на территории, которая отсыпается, на ней будет размещен ряд объектов. Это будет канатная дорога. Ну, подобных объектов, я считаю, что в нашей стране, наверное, нет просто. Трансграничная канатная дорога. Помимо этого, там будут объекты административного назначения, гостиницы, торговые комплексы, спортивные комплексы, объекты, наверное, религиозного назначения там будут. Поэтому я считаю, что, ну, во-первых, мы украсим свой город, вот такой, как жемчужина, да, это вот в золотой этой миле, и те объекты, которые там будут построены, я думаю, что не будет стыдно перед нашими соседями через Амур, когда они будут видеть те объекты и восхищаться, я надеюсь, ими. Ну, и, естественно, туристический поток. Мы надеемся, что канатная дорога нам даст толчок для туризма, и люди, которые там будут пользоваться этой канатной дорогой, упростится процедура, наверное, перехода границы там и так далее. И нам, наверное, намного комфортнее станет для туристов пересечение границы. Ну, в моем понимании это будет так. А вот вы еще говорили, что будут построены коллекторы. Это значит, что центральная часть города уже не будет тонуть? Вот в районе Ленина, а 53-го октября, да, у нас всегда проблемы? Да, ливневый коллектор будет строиться в рамках продолжения строительства вот этих двух участков, в том числе, как я уже сказал, там будут резкие гидротехнические сооружения со стороны улицы Шимановского, Трудовой, Кузнечной. Понятно, что это все дело будет завязано в единую систему и будет решать проблему водоотведения дождевых и талых вод на территории нашего города. Александр Валентинович, спасибо вам за подробный и обстоятельный ответ. А нашим телезрителям я напоминаю, задать свой вопрос городским властям может каждый на аккаунте администрации Благовещенского в Инстаграм, написав письмо по электронной почте в телекомпанию «Город» или просто позвонив нам по телефону. Это был «Вопрос недели». Всего вам доброго и до встречи. Отсутствие пандусов и узкие проходы с непреодолимыми препятствиями приходится сталкиваться пациенткам с ограничениями по здоровью в женских консультациях города. Об этом они рассказали активистам Народного фронта. Общественники отреагировали сразу. Отправились в медучреждение с проверкой. Как встречают там колясочников, сейчас увидите сами. Вот так через балконную дверь на коляске выезжает Марина Гайда из квартиры. К ней пристроен пандус. Сделали они его с мужем своими силами. Больше из крайней необходимости, чем для удобства. К разочарованию Марины в городских женских консультациях о вещах, жизненно важных для людей с ограничениями, не думают. Этим летом ей понадобилась справка для санаторно-курортного лечения. Но в медучреждение женщина так и не попала. «Я, естественно, сначала позвонила туда. И мне сказали, что нет, конечно, приходите, мы вас обслужим, все сделаем как положено, но доступа к нам нет. То есть, если вы найдете кого-то, то, пожалуйста, приходите. Вот как бы и на этом все посещение и закончилось». На узкие проходы, отсутствие пандусов и кнопок вызова в общероссийский народный фронт пожаловались еще несколько женщин-инвалидов. Здесь с проверкой затягивать не стали. Первым делом отправились в консультацию на Зейской. В ней обслуживают 10 женщин-инвалидов. Для них в двух кабинетах установили кресло-вертикализаторы с подъемным и регулирующим положением механизмом. «Проходы здесь широкие, поэтому именно в этой части женской консультации было расположено кресло-вертикализатор. Есть еще один кабинет действительно манипуляционный, там еще шире проходы, и там есть кресло, есть каталка, которая также регулируется, ее можно опустить практически до уровня пола». Усовершенствовали здесь и обслуживание для специальных пациенток. «Такие пациентки обслуживаются вне очереди. Конечно, есть проблемы, связанные с нашим расположением в жилом доме, и эти моменты мы будем решать и оговаривать. И есть, я знаю, что у нас есть в СМИТе, уже монтаж пандуса, который облегчит еще передвижение таких пациентов к нам на прием». «Вот сейчас нажмем на кнопочку, посмотрим, кто будет». Сотрудник второй женской консультации вышла, но лишь через несколько минут. Это минус. Как и отсутствие пандуса. Его обещают пристроить. «Сейчас идет ремонт в процессе ремонт женской консультации. Обсчитывается смета для того, чтобы установить пандус. Будут разыскиваться возможности материальные для того, чтобы его установить. В будущем году, я думаю, что мы для людей с ограниченной возможностями будем более доступны». Такими должны стать все городские больницы, считают в Народном фронте. «Я думаю, что все в процессе, все будем держать на контроле. И очень хочется, чтобы не только женские консультации были оборудованы такими креслами, но чтобы и мужчины с ограниченными возможностями могли попасть на осмотр врачам, которым нуждаются они. И чтобы сотрудники лечебных учреждений не ждали, что вместе с человеком с ограниченными возможностями родственники придут или еще кто-то». Насколько качественно во второй консультации исправят замечания общественников, они обещают проверить после ремонта. «На одного врача меньше стало в городской больнице. Терапевт, которая отказала в помощи девушки с пневмонией, уволилась. В конце сентября Благовещенка с воспалением легких обратилась в больницу. В госпитализации ей отказали. Жалобу на имя главврача не приняли. Видеоперепалки между девушкой и медиками попало в интернет». После проведенной проверки руководство больницы извинилось перед пациенткой. Оказалось, это уже не первый случай некорректного поведения врача с 12-летним стажем. С медиком расторгли договор. Еще одному специалисту-кардиологу выписали выговор. Между тем, пациентка с пневмонией пролежала в стационаре две недели. И, возможно, начало следующей проведет уже дома. Необычный спектакль готовят к премьере юные благовещенские актеры. Его можно будет только слышать, обонять и осязать, но не видеть. Сказку, рассчитанную на слабовидящих и незрячих зрителей, студия «Малая сцена» общественно-культурного центра презентует ровно через месяц. Наша съемочная группа побывала на одной из репетиций. На обед подавали оладушки со сметаной, а вечером разрешала слушать радио. Выпечка будет пахнуть, ветер дуть в зал, а кипяток, переливаясь в стакан, журчать громче обычного. Наполнить спектакль звуками да так, чтобы зритель представил происходящее, задача не из легких. Репетиции идут второй месяц. Исполнитель главной роли Денис Скибинский в театре играет третий год. Успел отметиться в трех спектаклях. Этот считает одновременно и самым простым, потому что слов у героя мало, и самым сложным. Допустим, мешаем сахар в чашке, чтобы зрители услышали, что мы мешаем сахар. Ну, звуки не всегда приходится издавать так, как нужно. Иногда они бывают тише, чем нужно. Сказка с закрытыми глазами будет одной из самых массовых в истории театральной студии. Задействованы 20 артистов. Те, кто не играют в эпизодах, на репетициях надевают черные повязки, чтобы провести с коллегами работу над ошибками. Мне кажется, мне не хватает эмоций в словах. Например, когда Коля ест оладушки, у него по эмоциям непонятно, что ему вкусно. Я бы сказала, как вкусно. Спектакль по мотивам сказки-притчи Корги Вельша расскажет о мальчике Коле, совершившем волшебное путешествие вместе с облачком. Научит, как преодолеть первые трудности и поверить в себя. Подобная постановка для детей с проблемами зрения станет первой в Благовещенске. Спектакли такие ставили только в нескольких городах. Это Санкт-Петербург, Москва, Иркутск и набережные Челны. Все, больше нигде таких спектаклей не было. И мы посмотрели случайно, наткнулись на ютубе. Количество зрителей на таком спектакле 10-12 человек. Потому что это работа с реквизитом, со звуками, очень много шорохов будет. И мы должны уделить каждому ребенку или взрослому человеку внимание. Сейчас в ОКЦ ждут заявок от зрителей. Премьера назначена на 10 ноября. К слову, на постановку «Сказки для незрячих» Благовещенская театральная студия выиграла грант Министерства культуры. 120 тысяч рублей потратили на реквизит и сценическую аппаратуру. Лабиринты, гипнозы, творческое мышление. Сенсорные комнаты 7-й коррекционной школы Благовещенска оборудовали на 2,5 миллиона рублей. Благодаря программе «Доступная среда» ребят учат расслабляться. Подробнее в рубрике «Седьмой лепесток». Пение птиц в этой комнате слышно не случайно. Второклассники Матвей и два тезки Данила гуляют по осеннему лесу. Задание – собрать в корзинку листья определенного цвета, после поместить на дерево. Задача простая, но не для ребят с интеллектуальными нарушениями. Таким образом они совершенствуют моторику. Успехи уже определенно есть. Нанизывать листья на веточки получается почти в совершенстве. А Матвей с помощью таких занятий получает еще и дополнительные знания. Мы шпиталки. Классный зеленый синий. У нас здесь много шпитов есть. Как мы раскладываем. Например, фломастером и конденсами. Нравится мне это. Нравится мальчишкам и бизи-борд. На нем тренируются открывать двери ключами. Это одно из самых сложных заданий. Не всегда получается ровно вставить ключ в замок. Но сенсорная комната, где с ребятами работает дефектолог с 25-летним стажем, в школе и создана для того, чтобы развивать в детях с 1 по 4 класс то, что обычные малыши осваивают в детском саду. Дети лучше стали держать у нас и ручки, и писать. Мы видим строку. Они стали передвигаться. Общая моторика. Если мы раньше не могли даже пройти по широкой дощечке, то сейчас мы уже двигаемся и по узким. Дети более спокойны. Они с удовольствием идут в этот кабинет. Они его называют «волшебный кабинет». Семиклассник Дима Москаев считает волшебной еще одну комнату для релаксации. Солнечный мальчик вместе с одноклассниками развивает здесь творческое мышление. Разглядывает в кляксах животных и различные предметы. Мелкую моторику тоже развивает. Плетет косички из силиконовых нитей. Но есть два особо любимых занятия. Катаются шарики по лабиринту. Их нужно загнать в центр. Занятие развивает усидчивость и терпение. К слову, весь урок проходит в полумраке. Для особых детей это один из способов расслабиться. Используют для релаксации и гипноз. Чтобы они ушли, немножечко отключили, сняли напряжение. Особенно детки, у которых бывают аффекты, какие-то нервные срывы. Мы приходим в данную комнату, можем полежать на подушках. Реснички опускаются, глазки закрываются. Педагоги школы в один голос твердят. С появлением сенсорных комнат в школе чувствуют положительный эффект. Релаксация помогает вести учебный процесс без срывов. Гасить эмоциональные вспышки у их воспитанников. На успокоение может уйти от 10 минут до 2 часов. Чтобы работать со всеми учениками, их в школе 172 пришлось даже расширить штат. Взяли на работу еще одного педагога-психолога. Между тем, оснастили три кабинета седьмой школы с сенсорным оборудованием на средства, полученные по программе «Доступная среда». Всего понадобилось 2,5 миллиона рублей. И как только появится возможность, обязательно продолжат модернизацию. Итоговая программа подошла к концу. О самых ярких событиях грядущих дней поговорим ровно через неделю. А обзор событий каждого дня смотрите в привычное время. Работники информагентства «Город» всегда рады его представить. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова